Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я собираю себя убить, потому что из своей ситуации самостоятельно выйти точно не смогу, а на специалистов у меня нет средств. Какое-то время иллюзией моего смысла жизни было создание семьи и отношения с противоположным полом. Но когда я объективно оценил положение вещей и понял, что с большей долей вероятности у меня не будет партнёра, этот смысл разрушился и произошла потеря ценностей. Почему не будет? Потому что у меня, во-первых, хроническое заболевание. Тяжёлая степень сыпи угревой на лице и теле, которую не могу увеличить на протяжении 12 лет. Опять раз я лежал в разных больницах и диспансерах, лечился за границей, но всё тщетно. Это, разумеется, критично портит внешний вид и, скорее всего, не пройдёт ещё долго. Вы скажете, столько денег потратил на лицо, а на специалиста не можешь. Я отвечу, да, сейчас финансовое положение близко к плачевному. И это не то, что было раньше. Во-вторых, у меня не получается много зарабатывать сил отсутствия финансовой грамотности, возможности большого накопления за адекватные сроки и связи в высшем свете, да и отношения по расчёту меня не устроят. В-третьих, я предельно инфантилен, не приспособлен к жизни, зависим от матери. Она тратит на меня много ресурсов, иногда даже ущерб себе. Это не совсем гиперопека, но явно что-то близко к ней. В-третьих, у меня нет никакой мотивации заниматься саморазвитием, потому что не вижу конечной цели и значимости. К тому же, я и так долго просвещался и образовывался, мне уже надоело. Конечно, я понимаю, что самосовершенствование – процесс постоянный и непрерывный, и если его нет, наступает регресс. Но я полностью амотивирован из-за утраченного смысла существования. Вы скажете, попробуй найти девушку непрекотливую и непрекантильную. Объективно некрасивую ты устроишь. Да, объективной красоты не существует, но определенные негласные стандарты все же есть. А при этом теорию вероятности встретить девушку, удовлетворяющую меня, хотя бы… удовлетворяющую хотя бы этим трем критериям вместе, да еще и не могуще, как и я, вылечиться много лет, можно с полной уверенностью утверждать, что я практически обречен на неуспех. Что касается объективно некрасивой девушки, то такая меня попросту не возбудит, а от безысходности сходиться я не собирался, даже если ей интеллектуальный уровень развития близок к моему. Я хочу выбить тебя, чтобы не мучиться от этих мыслей и не эксплуатировать свою матку. И я понимаю, что это не самое худшее положение вещей на свете, но тем не менее не вижу другого выхода. Но выход, конечно, игр есть, у меня всякого сомнения. Другой вопрос, хотите ли вы меняться? На мой взгляд, вы сейчас играете в такую игру, да-но. У вас очень категоричное осуждение, вот, и, к сожалению, довольно, как мне кажется, узкий, так сказать, спектр восприятия, хотя бы. В том, что касается девушки, да, вы тут просто, что называется, вот, кучу просто выложили каких-то установок, да, каких-то интроектов, вот, которые с реальной жизнью вообще ничего общего не имеют. То есть, как бы, мне кажется, что ключевой момент не в девушках, не в ваших мыслях и не в заболеваниях, а в том, что вы себя не позиционируете как личность, то есть вы себя позиционируете как некую материальную ценность, да, как некое средство, через которое другие люди могут чего-то достичь, и вы можете через это средство чего-то достичь. Вот, то есть вы себя как таковую личность не видите, честно говоря, мне кажется, что это заслуга вашей мамы. Собственно, ваше хроническое заболевание также, на мой взгляд, является психосоматическим, связано оно с глубоко подавленным внутри протестом, злостью и так далее. Ваше чувство вины перед мамой тому косвенное доказательство. Дело в том, что чувство вины возникает при нарушении личных границ, вот, и является вторичным по отношению к злости, к раздражению. Вот, первичное вы подавили, вытеснили, чувство вины осталось. Простыми словами это можно описать как то, что существует выбор вашей мамы делать то, что она делает. И если вы думаете, что этот выбор обусловлен вами, наличием, так сказать вам, то вы глубоко заблуждают. Скорее вы, это следствие ее выборов. Ей нужен был и нужен до сих пор больной ребенок, который всегда будет с ней, который без нее не справится и ради которого она будет, в общем-то, как бы жить. Ваше отсутствие смысла жизни и первоначального направления смысла жизни на создание семьи тоже выглядит весьма и весьма похожим на мамину мобель поведению. Мол, я себя посвящу только другим людям, причем не другим людям, а вот семье. Но проблема здесь заключается в том, что, во-первых, вы не видите себя по отдельности и не оставляете себе места для собственного развития. Вот вы говорите о том, что вы много учились, но не совсем понятно, для чего вы много учились. Вот при вашей нацеленности на семью такое ощущение, что делали вы это в большей степени потому что надо, а не потому что вы этого хотели. И вообще-то говоря, кто вы как специалист. Понимаете, в современном мире, если вы хороший специалист, то, в принципе, по большому счету плевать, какие у вас заболевания. И то же самое касается других людей, если вы, представляете, если вы интересный человек, то другим людям абсолютно все равно, как и у вас хронические заболевания и так далее. Потому что восприятие здесь не центрируется только на чем-то одном. Восприятие, оно целостно. А поскольку вы себя целостно не воспринимаете, центрируетесь сами на своем заболевании, ничего больше не видя, вот, то естественно и другим людям вы представляетесь точно таким же. Поэтому здесь, в первую очередь, эмоциональная и физическая сепарация от вашей мамы, работа с личными границами, культивирование в себе позитивных чувств, принятие себя, нахождение вашего вектора интересов, структурирование, иерархическое структурирование ценностей. Вот. И, соответственно, научение личной ответственности за свою жизнь. Вот. Вот, собственно, да, и работа с чувствами, конечно, тоже очень важна, потому что даже по тексту ощущается наличие у вас достаточно серьезной аутоагрессии. То есть агрессии направлены на самого себя. Вот. Вот. Как-то так, я думаю. Я бы также хотел отметить, что некоторые ваши предложения выглядят довольно-таки провокационными. Такое ощущение, что вы пытаетесь привлечь внимание к себе. Это следствие того, что вы действительно не ощущаете себя значимым. Но это не связано с тем, что вы болеете и так далее. Это связано исключительно с тем, что вы не чувствуете себя и не делаете того, что хочется вам. То есть вы не позволяете себе, не проявляете свой личный интерес. Да. Вам также необходим личностный рост. Я бы сказал, что довольно-таки незрело вы рассуждаете. Я не знаю, сколько вам лет, вы не пишете этого, но предполагаю, что вам больше двадцати. А рассуждаете вы, к сожалению, ну, не на многим больше десятилетнего ребенка. Вот. Который будет, условно говоря, негативно относиться к девочке. Да. Допустим, если это мальчик, мальчик. А вот негативно относиться к девочке и смеяться над ней только из-за того, что у нее притчи. То есть, как бы, для десятилетнего это нормально, но для двадцати и дала это уже несколько странно. А вот вы, как бы, ну, создаете такое впечатление, что ваш психологический возраст несколько отстает от физического. Это тоже необходимо корректировать. Все это делается, делается на психотерапии. Еще один, еще один важный момент. Вы говорите, есть ли решение. Решение есть. Но. Вы предполагаете, что это решение найдем мы и вам его предложим. Это абсолютно бессмысленно, потому что вы сами, повторюсь, сейчас играете в игру да, но. Психологическая игра. Посмотреть ее в интернете достаточно легко найти. Поэтому ни одно решение, которое предложим вам мы, не подойдет. Готово. Вы его просто отвергнете в силу того, что вы имеете вторичные выгоды своего текущего положения. Вот. Вы себя жалеете, вам в какой-то степени нравится пребывать в таком самопичевании. Это нормально, потому что другого способа получить какое-то тепло по отношению к самому себе у вас нет. Это мы тоже можем научиться. Просто я хочу обратить внимание на то, что вы вроде бы говорите, что вот денег на специалиста нет, ситуация тяжелая, но в то же время спрашиваете, а есть ли решение? Ну и как вы себе это представляете? Что вам предложат какое-то идеальное решение, которое вы не нашли? Его нет. А если оно будет, вы его отвергнете. Вот. Поэтому работать нужно не с решениями, а с вами. Понимаете? С вашей психикой. С вашими, с вашими трудностями, конфликтами и противоречиями. Начал бы я с работы над отношениями с мамой, с операцией и над вашими, и с ваших чувств. А дальше уже по ситуации. Поэтому что делать решать вам? Если вы хотите меняться, если вы захотите измениться, мы вам поможем. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.